Всем доброго времени суток, зрители YouTube. Я приветствую вас в новом 2004 году, 2014 году. И вы меня, возможно, спросите, почему я сижу в дурацкой зеленой шапочке с большим белым цветком и булумбончиком. О том, как сделать булумбончик на шапке, урок есть в моих видео. Смотрите, ниже либо будет где-то ссылка в описании, или вот где-то вот она здесь будет в этом, в части вот этого, в части будет на нее ссылочка. Так, к чему я это все говорил? Что хочу я сегодня сделать такую вещь, как начать учить вас вязать крючком. Для этого нам понадобится крючок и нитки. Шапку я, пожалуй, сниму. Вы, в принципе, ее уже все рассмотрели. Чтобы связать вот такую вот шапочку с таким вот прекрасным цветочком, нам нужно научиться вязать крючком, в принципе. Я ее все крючком связал. И нам нужно научиться делать азы. Для того, чтобы научиться правильно и хорошо вязать, кроме времени и выдержки, нам, в общем-то, больше ничего не нужно. Но еще один очень важный момент есть. Нам нужно знать, как правильно читать схемы. Итак, сегодняшний урок я просвещу прочитки схемы. Существует несколько обозначений одних и тех же узлов. И вот с них я и начну. Начну с самого первого. Я возьму белый лист. Ой, ручка. Чтобы не делать вот этих вот всплывающих, выплывающих обозначений, будем рисовать и показывать на ходу. Попрошу оператора с этой стороны делать. Отсюда встань. Отсюда встань с плеча. Отсюда. Вот так вот. Первое, с чего мы начнем, мы начнем с обычной воздушной петли, которая обозначается либо закрашенным крестиком, либо вот таким вот кружочком. Ну, собственно говоря, и все. Называется воздушная петля. Что такое воздушная петля? Берем для начала нитку, вести в сторону, нитку, делаем петельку. Я обычно делаю просто петельку, вот выпускаем ниточку, делаем петельку, самую обыкновенную, завязали. Навелись? Наглазь на эту делала? Да. Вот. Делаем петельку, закрываем ее. Пускай будет у нас большая петелька, будет на меньшее, это уже дело такое. Дальше у нас есть рука, пять пальцев. Делаем так. 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 И вот так. Дальше берем крючок. Я беру маленький крючок, потому что у меня маленькая нитка. Был бы большой крючок и большая нитка, я бы взял большой крючок и большая нитка. И делаем первую петельку, то есть мы заводим крючок под нитку, цепляем. Опа! Первая воздушная петля есть. Дальше делаем вторую воздушную петлю. Опа! Делаем третью воздушную петлю. Четвертая. Пятая. Шестая. Седьмая. Восьмая. И делаем... В схемах еще есть такое обозначение, как вот такая вот загогулинка. Это закрытие ряда. Делаем мы как? Мы последнюю петлю, вот, крючок в первую петлю, цепляем. И вот такая вот штука у нас получается. Дальше нам нужно, чтобы продолжить наше вязание, мы делаем, ну, три воздушных петли. Да. Раз. Нет, делаем вначале одну воздушную петлю. Не больше, одну. Дальше мы смотрим на нашу схему и видим там вот такое вот обозначение. Выглядит оно как обычный крестик. Он может либо так быть, либо вот так вот быть, либо как там еще кто-то его рисует. Вот. Это что это значит? Это значит, что у нас идет столбик без накида. Что это значит? Это значит, что мы берем, вот как у нас есть, сделали одну петелечку и пропускаем в следующую петлю по счету, которая у нас идет. Вот она у нас. Раз. Выходим сюда. И через две петли пропускаем. И идем по кругу. У нас раз было. Два. Тут не сильно видно. Три. Ну, неправильно пошел. Вот так вот. Вот так вот. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Лажа пошла. Ничего страшного. Восемь. И опять закрываем нашу вот всю штуку соединительным. Соединительным столбиком. Не столбиком, а соединительным петлямом. Раз. Дальше. Мы начнем с вами делать столбик с одним накидом. Он выглядит как крест. Иногда его рисуют так, иногда его рисуют вот так вот. То есть, там разницы большой нет. Что это значит? Это мы делаем с накидом петлю. То есть, мы берем раз, накидываем. Потом мы цепляем что-то, что у нас там получилось. Не могу разобрать. Вот, где-то вот сюда вот. Цепляем. И теперь вначале мы пропускаем через дверя. И еще раз через дверя. Повторим. С накидом. Раз. Сюда. Два. Три. Четыре. Еще раз. Раз. Два. Три. Четыре. В общем, у меня получается какая-то ерунда, в которой ничего не видно. Я сейчас сделаю немножко по-другому. Начну сначала. Вы уже запомнили. Делаем. Не по кругу, буду по прямой делать. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Люблю цифры круглого числа. Вот. Теперь мы делаем столбик без накида. Делаем еще одну петлю. Раз. И в обратную сторону цепляем вот в крайнее колечко. Так вот. Раз. Два. Три. Четыре. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Восемь. Девять. И десять. Десять. И десятое пошло. У нас столбик с накидом. Делаем раз воздушную петлю, два воздушную петлю, три петлю. Разворачиваем. И делаем столбики с накидом. Раз. Два. Три. Четыре. Так. Третья петля у нас уже идет. С накидом раз. Два. Три. Четыре. Три. Цепляем. Не забываем за накид. Два. Два. Еще раз накид. Еще раз накид. Еще. Еще раз. Маленький. главное чтобы у вас этих воздушных петель вышло не больше чем не воздушных петель столбиков с накидом не больше чем 9 штук ажи я чувствую 1 2 3 4 5 6 7 8 9 что-то я короче где-то лишняя пропустил 1 2 3 4 5 6 7 8 9 вот 10 нужно быть внимательнее где-то я два раза в одно и то же место поймал дальше что мы делаем мы дальше делаем столбики с двумя накидами они делаются их показывают либо как два креста вот так вот либо 2 с наклонной стороной как это делается опять мы делаем уже не 3 а 4 1 2 3 4 тут я буду делать по своей системе буду тыкать не в петлю между ними да поэтому мне надо было доделать одну штуку тогда будет правильно их получается не очень четное количество на четное количество ну кто как привык я делаю так как видите результат получился так делаем воздушные петли 4 штуки 1 4 делаем столбик с двумя накидными петлями то есть мы делаем 1 2 дальше мы сюда вот между столбиков проливаем цепляем ниточку и делаем как 1 2 через все время через 2 3 опять 1 1 1 2 1 2 r s что у нас там получается ищу отur yo Раз, раз, раз. Раз, раз. заканчиваю ряд перри чтобы вы поняли как это делается хотите смотрите хотите перелистывайте дальше но я думаю видео все равно будет не сильно длинным поэтому зацепился не страшно оп оп и оп и опять две оп-оп и вот сюда куда у нас там оставалось маленький крючок цепляется не видно вот и у нас вот получилось вот такая вот штукенция мы сделали воздушные петли столбики без накида столбики с одним накидом столбики с двумя накидами и есть еще такое обозначение как столбики с тремя накидами их там может быть хоть 28 накидов но обычно никто не злоупотребляет больше чем три накида как он делается делали мы 4 воздушные петли теперь мы делаем 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 и теперь делаем воздушные петли ой воздушные петли накиды 1 2 3 и опять сюда вот так вот тыкаем и опять через каждую дверь мы продеваем 1 2 3 4 3 3 потерял петлю страшно 45 раз два три вот ну собственно говоря и так до бесконечности туда ты в общем так сидим мы вяжем наши штуки получая наши цветочки наши шапочки шарфы и еще какие-нибудь вещи в следующих уроках я вас буду знакомить наверное сразу же буду делать мастер-классы порядово объяснять как делать какие-нибудь известные цветочки буду на своем блоге выкладывать схемы ну собственно говоря и все подписывайтесь ставьте лайк оставляйте свои комментарии ждите следующих роликов в в общем да не забывайте подписываться на канал потому что каждый каждый подписанный человек является для меня супер мега радостью всем спасибо всем пока